Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Каждый десятый мальчик и почти 70% девочек подвергались травле в соцсетях. Кибербуллинг стал одной из самых острых проблем в Казахстане. Что провоцирует онлайн-агрессию и как уберечь детей от психологического насилия, попыталась выяснить моя коллега Аддина Смогулова. Кто же распространяет виртуальную агрессию? Этим вопросом еще год назад задали социологи. Проведя подробный анализ, выяснили, что обидчиками в сети зачастую выступают сами школьники. Я проводила масштабный онлайн-соцопрос, в котором участвовали дети со всех регионов страны. И оказалось, что чаще всего злостные комментарии в соцсетях и в целом негативный контент публикуют именно девочки. Причем они же и признаются, что сами сталкиваются с травлей. Психологи объясняют это множеством причин. Начиная от недовольства своей внешностью или жизнью, заканчивая ответной реакцией на комментарии так называемых хейтеров. Между тем, последствия интернет-негатива сказываются и на жертве, и на самом агрессоре. Рошатанная психика и низкая самооценка, по мнению специалиста, лишь верхушка айсберга. Есть дети, кто потом эту агрессию свою направляет на других и может, кстати, тоже стать сам потом буллером. Кто-то отреагирует, наоборот, замкнувшись. Самое страшное – это суицид. К тому подтверждение статистика. Не выдержав натиска в соцсетях, сразу 140 подростков свели счеты жизнью. Чтобы не допустить повторения сценария, в Мининформации разработали законопроект, призванный блокировать сомнительные публикации. Эту инициативу владельцы многих соцсетей уже поддержали. Если в соцсетях со 100 тысячами подписчиков и больше будут всплывать оскорбительные посты и комментарии, эти публикации мы намерены удалять в ближайшие 24 часа. Интернет-пользователям остается лишь обратиться с заявлением о кибербуллинге к нам. Искоренить эту проблему мы можем только общими усилиями. В погоне за лайками и комментариями нам чаще всего приходится подбирать ракурс, выбирать фон, освещение. Но какой бы безупрежной ни казалась фотография, всегда найдутся свои хейтеры. И чтобы не попасть под их влияние, психологи рекомендуют прежде всего фильтровать информацию. И, конечно же, работать над собственной самооценкой. Одина Смогулова, Влад Шишко, Информбюро Алматы.